Может ли преуспевающий человек быть при этом глупым? Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех любящих Слово Божье. Мы продолжаем изучение 10 урока, который называется «Вклад в будущее». И наша сегодняшняя тема называется «Богатый глупец». Парадоксально может быть для кого-то название. Человек богатый оказывается может быть глупым. Давайте прочитаем основной текст на сегодня. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стихи. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Итак, в чем же ошибка этого удачливого бизнесмена? Он, первое, что можем отметить, рассуждал сам с собою. Он не советовался с Богом, он не советовался с мудрыми духовными людьми. Он рассуждал сам с собою. Это одна из главных ошибок. Друзья, очень важно, чтобы когда мы стоим перед важными решениями в нашей жизни, чтобы мы обращались к духовным авторитетам, спрашивали Бога, молились, искали совета Божьего, искали совета у мудрых людей, которые являются духовными, общающимися с Богом людьми. Это очень важный момент. Здесь мы видим, человек рассуждал сам с собою, сам себе принял решение. Далее, его речь. Очень интересная речь. Очень много таких личных местоимений. «Хлеб мой», «все добро мое», и даже «душа моя». И сказал душе, скажу душе моей. Итак, «все» он считает принадлежащим ему. «Хлеб мой», «добро мое». И это тоже очень-очень серьезная проблема, когда человек все считает своим собственным, своей собственностью считает то, что в его руках. Мы с вами начинали изучение этого квартала с того, что мы признаем, что мы всего лишь управители Божьи, что то, чем мы владеем в этой земле, на этой земле, на самом деле, это не наше имущество. Это то, что Богом доверено нам на время. Следующее, что мы можем отметить, это его обращение к собственной душе. «Душа много добра лежит у тебя на многие годы, покойся». Вот это стремление покоиться, кажется, стремление из сегодняшнего времени. Многие люди стремятся к так называемой финансовой свободе. Когда им уже не нужно будет работать, деньги будут работать на них. Деньги сами зарабатывают им деньги, и они просто покоятся. «Покойся, ешь, пей, веселись» – мечта многих современных людей. На самом деле, это пагуба. Человек может прогрессировать, человек может расти, когда он трудится, когда он что-то производит, когда он совершает нечто, производит какие-то блага и служит этим людям окружающим. Тогда человек развивается, растет. На самом деле, он может быть духовным человеком, только если человек трудится. Но Бог сказал ему, безумный, «Всию ночь души твои возьмут у тебя». Кому же достанется то, что ты заготовил? «Всию ночь возьмут». Вообще, то, что Бог обратился к этому человеку, ну, в притче, понятное дело, вымышленная история, но все-таки Бог обратился к человеку, для него это проявление Божьей милости. Бог обратился к нему с призывом, воззванием, чтобы человек одумался, и чтобы он пересмотрел свое решение. Это проявление милости со стороны Бога. И сегодня Бог обращается к каждому из нас через эту притчу, через эти слова Иисуса Христа. Бог обращается к тебе и ко мне. Не будь, как этот безумец. Взвешивай свои решения. Пока ты еще жив, посмотри, на самом деле ты живешь для себя, собираешь сокровища для себя, какими бы ни были эти сокровища, материальными, может быть, нематериальными, или же ты в Бога богатеешь. Здесь главный вопрос. А что означает богатеть в Бога? Еще один момент здесь интересный. Так бывает с тем, кто собирает сокровища. Как бывает с тем, кто собирает сокровища для себя? О чем вообще речь? Что случилось с этим человеком? Внезапная смерть и глупая потеря накопления. Хотите ли вы, чтобы это случилось с вами? Тогда действуйте, как этот глупец. Если не хотите, то нужно внять этому предостережению Христа. И, как Иисус говорит в другом месте, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Теми вещами, тем имуществом, теми материальными благами, которыми вы обладаете на этой земле, в этой жизни. Приобретайте себе друзей в вечности. Ну, на эту тему мы уже говорили, не будем повторяться. Но все-таки, а что означает в Бога богатеть? Поделитесь вашими мыслями, что вы думаете на эту тему, что означает богатеть в Бога? Если мы прочитаем слова Духа Пророчества, есть очень мудрая мысль в том, что пишет Эрин Уайт в наглядных уроках Христа, стремления и цели этого человека были не выше чисто животных устремлений. Он жил так, будто не существует ни Бога, ни небес, ни будущей жизни, как если бы все, чем он владел, было только его собственностью. И он не должен ничего ни Богу, ни людям. Итак, вот эта мысль интересная. Чисто животные устремления. Надо быть существом, наверное, более разумным, чем чисто животные. И проблема этого человека, что думал он только о себе. А на самом деле для нас, в наших мыслях, в наших решениях, в наших устремлениях такую большую роль должно играть мышление, размышление о том, в чем нуждаются другие люди, в чем нуждаются дела Божьи. Этому всему должно быть место в нашей жизни. Этот человек, о нем не сказано, что он был ленив, или что он был нечестен, что он совершил какой-то грех, вроде, казалось бы, никакого явного греха он не совершил. Но на самом деле Иисус учит нас здесь тому, что забота о людях и о деле Божьем должна быть частью нашей повседневной жизни. И тогда даже и в старости можно многое делать для Бога и людей. Здесь приводятся три примера продуктивной старости. Вот, например, Даниил. Престарелый Даниил смог написать, во-первых, увидеть пророчества. Господь открыл ему удивительные видения, в которых раскрыл панораму будущих царств. И эти пророческие цепи мы до сих пор изучаем. И Даниил записал это в свою книгу, когда ему было, он уже был в почтенном возрасте, лет 80 ему было. Примерно в таком же возрасте апостол Иоанн написал книгу «Откровения». И эта книга до сих пор является шедевром, непревзойденным шедевром, пророческим, религиозным. И до сих пор исследователи находят новые и новые откровения в этой удивительной книге «Апокалипсис». И еще один пример – это Эллен Уайт. Женщина, которая в возрасте 70-80 лет написала свои самые высочайшие, величайшие произведения, которые и сегодня зачитываются людьми, которые любят Иисуса Христа, людьми, которые хотят глубже знать Священное Писание и открывать для себя глубины библейских пророчеств. Такие книги, как «Великая борьба», «Желание веков». Ну, говоря о «Великой борьбе», мы говорим о втором издании этой книги, которая вышла в свет уже, когда Эллен Уайт была в почтенном возрасте. Книга «Желание веков», наглядные уроки Христа, «Путь ко Христу», «Правила счастливой жизни». Эти удивительные книги появились на свет, когда Эллен Уайт была уже действительно в таком почтенном возрасте. И это говорит о том, что эти примеры говорят о том, что и для нас с вами есть возможность в зрелом возрасте, в старшем возрасте, в почтенном, пенсионном возрасте приносить еще пользу делу Божьему. Эти люди на протяжении всей своей жизни постоянно конвертировали Божьи благословения в пользу для людей и для дела Божьего. И вопрос, что делаете вы, когда Бог посылает вам явный материальный успех, когда Он сопутствует вам, когда Он дает вам силы, когда Он дает вам свои откровения, что вы делаете? Да поможет нам Бог, чтобы какая-нибудь финансовая удача не вскружила нам голову и не увела от посвящения Богу. Пусть Бог остается в центре, независимо ни от чего, когда нам хорошо и когда нам плохо, и когда удача, и когда неудача. Пусть во всем будет Бог в центре, и пусть каждый новый успех, будь то материальный, финансовый или какой-либо другой, пусть вознесет Бога в нашей жизни, и всем вокруг нас будет очевидно, что мы живем для Господа. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты так сильно заинтересован в нас. Мы благодарны Тебе за дары, которые Ты посылаешь нам, Господи, в этой жизни, за материальные благословения. Просим Тебя, Господи, помоги нам всегда помнить, что вокруг нас есть люди, которым труднее жить, и они нуждаются в нашей помощи. Господи, помоги помнить о деле спасения, которое также нуждается в нашем участии, в личном участии, в финансовом участии. Помоги всегда помнить, ради чего мы живем на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что Вы продолжаете вместе с нами учиться финансовой мудрости, финансовой грамотности у Бога. И ответьте, пожалуйста, на вопрос, как бы Вы сказали в двух словах, а ради чего Вы живете? Что является Вашим маяком в этой жизни? Ради чего Вы живете? Поделитесь в комментариях, а мы прощаемся с Вами. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...